Всем привет! Это базовый блог, выпуск номер 87. В этом выпуске мы представим интервью с участниками Berlin Blockchain Week. Меня зовут Сергей Павлин, я нахожусь в московской студии. Мои коллеги Сергей Тихомиров и Александр Селезнев, будучи в Берлине, взяли интервью у нескольких гостей. И в этом выпуске мы представим вам тех, кто так или иначе связан с экосистемой Ethereum. Всего в выпуске будет 6 интервью. Они также доступны в видеоформате на нашем канале YouTube. Заходите на Basic Blog в YouTube и ищите там все видео. А в этом выпуске мы представим вам аудиоверсию. Перед началом выпуска хотелось бы сказать спасибо нашему спонсору компании Waves, которая разрабатывает платформу для разработки децентрализованных приложений. Заходите на wavesplatform.com. Мы действительно очень интересуемся этим проектом, желаем ему всего самого наилучшего. Сами следим за ними и в том числе брали большое интервью у разработчиков компании Waves. Заходите в выпуск номер 70 и слушайте большое интервью с Иналом Кардановым и Ильей Смакином. Большое спасибо нашему спонсору, а также спасибо всем тем, кто становится нашими патронами на сайте patreon.com. Заходите на сайт patreon.com.com. И становитесь нашими патронами. Поверьте, ваши пожертвования очень помогают развивать этот подкаст. Благодаря им мы можем ездить на конференции, мы можем покупать новое оборудование для съемок видео и записи аудио, а также оплачивать работу монтажеров. Предлагаем тем, кто еще не стал нашими патронами, также становиться ими. Еще раз напомню, patreon.com. Начнем мы с интервью с Игорем Бариновым из компании POA Network. Интервью брал Александр Селезнев. Ему слово. С вами Александр Селезнев и Игорь Баринов из POA Network. Всем привет. Многие наши слушатели могут до сих пор, как ни странно, не знать, что такое PUA Network, чем они занимаются. Поэтому давайте спросим. Игорь, можете рассказать в двух словах? PUA Network появился в 2017 году. Наша основная идея была решить проблему масштабируемости. Многие проекты в 2017 пытались на этом сделать себе имя, собрать деньги. Не так много у кого получилось. Значит, наша идея состоит в том, что мы занимаемся сайдчейнами. Это Layer 2 решение. Сайдчейн работает на нашем консенсусе, который называется PUA. Идея этого консенсуса состоит в том, что есть определенный набор валидаторов, которые известны, и они все являются частью DAO. Это DAO решает такой основной главный вопрос, кто будет валидаторами этой сети в будущем. И, соответственно, у каждого из валидаторов есть право добавить или удалить валидатора. Соответственно, это такая форум-система, в которой каждый валидатор имеет равный голос. В общем-то, такие консенсусы легально являются децентрализованными, но они не являются, так сказать, эксклюзивными консенсусами. То есть, группа валидаторов, она эксклюзивная. Когда мы сделали такую первую сеть PUA-COR, это, кстати, до сих пор единственная сеть, единственная криптовалюта, которая работает на территории Америки полностью, и все валидаторы являются американскими резидентами, мы увидели, что проблема, в общем-то, решена, потому что консенсус масштабируется горизонтально. Но возникли другие проблемы. В эфириум-экосистеме, на самом деле, очень много вещей, которые не поддерживают ни сайчины, ни форки, ни Layout 2 Solutions, которые связаны, там, которые EVM-компейтибл. Например, это Infura, MetaMask, EtherScan. Если ты сделаешь свою сеть, которая эфириум-компейтибл, ты попробуешь добавить ее в MetaMask, тебе скажут, что, к сожалению, нельзя. Вот, если ты поищешь историю в полу-реквестах, то увидишь, что там жуткие скандалы идут, потому что они добавляют Classic, не добавляют Qtun и так далее. Комьюнити приходит и ругается. Ну вот, и мы начали работать над open-source инструментами. Первый инструмент, который мы решили делать, без которого невозможно на одной сети быть, это блокчейн-эксплоры. Мы решили сделать эксплоры, которые сопоставим по функциям с EtherScan, называется BlackScout. И вторая проблема, которой мало кто в то время занимался, называется Interoperability или Interop, то есть взаимодействие между сетями. Фактически передача токенов без централизованного участника. Вот, и этот продукт называется TokenBridge, и он работает на POA, он используется в нашей сети XDAI, первая USD stable chain. Он используется другими протоколами, например, Ocean протокол, который недавно был у них интересный сейл. Thunder Token использует наш бридж и другие проекты. Скажите про XDAI. А, хорошо, XDAI. Это в прошлом году на EFT Берлине мы придумали концепцию сети, которая работает без, собственно, нативного токена и инфляции, в которой нет никаких криптоэкономических механизмов для того, чтобы инсентивизировать майнеров. Но эта сеть может принимать внешние события от моста, и если внешние события соответствуют определенным прописанным условиям, то этот консенсус может создавать новые нативные токены. То есть их нет, но если через мост пришло событие, нативные токены могут создаваться. Мы выбрали в качестве такого токена, который может быть передан, стабильный токен DAI, который командой MakerDAO был, соответственно, сделан. Немножко прибью долго выбирали? На самом деле все это произошло, мы сидели на спонсорском ужине, мы сами не хакатонили, мы были как спонсорами в прошлом году, сидели на спонсорском ужине с Тезером, Хейвеном и, да, из MakerDAO. Идея была изначально сделать на Тезере, потому что Тезер намного более используемый для платежей, ликвидности больше, бирж больше. Но DAI любят в комьюнити, и поэтому из-за того, что мы выбрали DAI, у нас как раз появилась веральность, и много людей, ну, относительно, так сказать, в нашем, так сказать, саммутном экосистеме приобщились к XDAI и попробовали, как платежи могут работать быстро и с одним токеном. То есть основная польза такой сети, то, что можно выйти за пределы ограничений эфириума, сам консенсус масштабируется, если нам нужно больше сетей, мы можем делать, соответственно, больше сетей типа XDAI. Сети не конкурируют с эфириумом, потому что нативный токен – это DAI. Также нам всем легко, даже если вспоминать российские реалии, когда, помните, мы в УЕ все переводили, да, то есть у нас была волатильная валюта, но все считали в УЕ. Ну и сейчас кто-то считает, просто не принято так называть. И в стабильной валюте, в принципе, нам всем приятно, да, и особенно когда… Ну, то есть проблема основная волатильная валюта – это не то, когда она вверх идет, да, а то, когда она идет вниз. Мы получили зарплату, она упала, там валюта, криптовалюта упала, и у нас уменьшилась зарплата, хотя мы, в общем-то, ничего до этого делаем. Мы чувствуем, что это какой-то прям удар по нам, да, по личности. С другой стороны, если вдруг криптовалюта выросла… О, ну я же этого заслужил, правильно? Это как же психологическое ощущение. Это как бы у нас внутри, это в людях так устроено, мы так устроены. Поэтому, когда у нас есть какая-то стабильная часть, это хорошо, да, если эта стабильная часть еще связана с долларом, то доллар все-таки является мировым гарантом стабильности в настоящее время. То есть оказалось, что такую криптовалюту разработчикам интересно использовать для дипломента дапов, даже несмотря на то, что другие сети могут предоставлять решение, где транзакции стоят дешевле. То есть люди готовы переплачивать за стабильность. Это вот такой интересный инсайт. Потому что если только, ну, фактически один эфир в этой сети, район одному даю. То есть там у нас есть минимальная транзакция, 21 тысячи газа нужно потратить, да, там один гигавейт, допустим, стоит газ в этой сети. То есть можно всегда посчитать, сколько будет стоить, сколько вешать в граммах, да, сколько будет стоить в долларах одну транзакцию провести между юзерами. И сегодня и завтра это будет одинаково. И это оказалось полезным для игр, типа игры-шансы, да, ну, гемблинг, так скажем, да. Потому что люди, если что-то бывает так, вот у нас была игра на по-сети, люди создали игру, какой-то, можно сказать, гемблинг. Игроки играли, выиграли солидные суммы в по-сети, а токен упал. И получается, что когда они вышли из сети, то у них был убыток, несмотря на то, что они выиграли. А если нативная валюта стабильная, то это удобно во всех смыслах. Также это решает проблему всех стейбл-токенов поверх эфириума, то, что нужно два токена. Себе нужен стабильный токен для того, чтобы иметь юнит оф аккаунт, так как говорится, что деньги делать деньгами. То есть, в принципе, допустим, какой-нибудь один эфир – это юнит оф аккаунт, но с другой стороны, мы не знаем, а сколько этот юнит оф аккаунт сейчас стоит, если мы хотим какой-то предмет из реальной жизни. То есть, нам нужен какой-то внешний источник данных, оракул, который нам скажет, а сколько стоит эфир? Причем, а сколько он стоит где? На разных биржах он по-разному стоит. А если мы считаем, что у нас один юнит оф аккаунт – это доллар, что примерно там дать чему равен. А вот и нам, понимаем, один дай – примерно доллар, на себя примерно могу на метро уехать отсюда, допустим, до другой станции. Я могу всегда посчитать, сколько мне нужно этих юнитов оф аккаунт для того, чтобы получить там вторую функцию денег, она называется medium of exchange. В волатильных валютах medium of exchange нормально, потому что если у меня есть, допустим, эфириум, я хочу купить что-то у тебя, а ты мне продаешь, всегда можно в эти гугл посмотреть, как он стоит, перечитать. Но это будет не так натурально, потому что нам нужно будет дополнительный источник данных, который, кстати, очень часто появляется и систем, которые централизованные, манипулируемые, да, как BitMEX, например, может манипулировать эфириумом. Пожалуйста, зашортить эфириум без проблем, да, принеси деньги – зашортишь. Зашортить дай или USDT можно, но очень сложно, да, и только во время, так называемых, там, черных лебедей, это всякие юридические риски большие, бывает, там, падение, и то я бы, например, с удовольствием купил бы сейчас теза, там, по 85 центов, да, если бы кто-нибудь продавал. Вот, я думаю, что очень многие люди всегда готовы, потому что это такая... Вот, в общем, оказалось, что это парадигма, которая, как бы, переворачивает нативный токен и волатильные токены, она, на самом деле, в реальной жизни часто используется, да, это парадигма. Когда у нас мы платим за товары в стабильной валюте, а если мы хотим заработать на каких-то, на разницах, мы идем на Форекс, да, идем на биржи акций, там, и так далее. Вот, здесь получается, что мы перевернули концепцию, вернули ее к реальному миру. Нативная валюта стабильная, а если нам нужны волатильные токены, они уже работают, как, например, и все 20 токенов поверх этой платформы. Как это помогло масс-адопшену? То есть я вот не понаслышке знаю, что сейчас много полюса популярности ваше решение. Прям из... Я даже сказал, что из всех криптопроектов, ну, там, наверное, вот, больше всего надежд у меня лично это вызывает. Спасибо. Да, вот, можете рассказать, ну, вот, конкретно, какие... Самое интересное, что те юзкейсы, которые были востребованы в сообществе, они были созданы не нами, а людьми, которым понравилась концепция USD Stable Chain, и они поверх уже построили. То есть, наверное, наш самый главный евангелист это Остин Гриффит, который работал в компании Consensus и работает в компании Consensus. Он сделал кошелек, который называется Burner Vault. Значит, Burner Vault работает в браузере. Когда заходите на сайт xdive.io, это его личный сайт, значит, создается кошелек в браузере и не спрашиваются никакие вопросы ни про пароли, ни про бэкапы, ни про что. То есть максимально быстро происходит онбординг пользователей. И этот кошелек был использован на самом большом офлайн мероприятии в Ethereum Community в Америке, который назывался ETH Denver. На ETH Denver'е EDA и напитки покупались с помощью XDAE или Buffy DAE, который был такой обернутой формой XDAE. И это было сделано для того, чтобы... Ну, на самом деле, для того, чтобы люди, которые получили деньги на еду, не выводили деньги, условно, в фиат, да, а это так называемые деньги, которые используются только внутри мероприятия. То же самое часто можно увидеть, например, на всяких там рейв-концертах, когда вы приходите, вам дают билетики, которые можно использовать на еду там, но нельзя использовать нигде больше. То есть прошло мероприятие, и эти билетики становятся фантиками. Это было, так называемое, самое большое крипто-поп-ап. Крипто-поп-ап, значит, поп-ап, это значит, когда люди пришли и в реальном мире что-то вместе все сделали. Да, вот раз, и поп-ап. Крипто-поп-ап мероприятие с момента создания битфойна. То есть никогда три тысячи людей вместе не собирались и не покупали еду и напитки у вендоров. Ну и плюс, ко всем прочим, это было не только то, что еда и напитки. Возникали какие-то сайты-мероприятия, то есть там были спикизи, в барах можно было купить напитки, возникали донейшены, то есть если кто-то был, кому-то было много этого бафи-дая, он хотел его, соответственно, потратить на какое-то благое дело, потому что не хотел больше есть, он мог его задонейтить через Мейкердау. Появлялись какие-то пир-то-пир торговли. Я, например, купил кип-ки у Шейпшифта за Экс-дай, они потом вот через Экс-дай перевели в Дай. То есть начала возникать такая экономика, которая в принципе достаточно састейна была, так как это закрытая система, ну как вот, не то, что вот люди взяли Экс-дай и куда-то ушли, мы больше никогда не видели, а потом они подумали, блин, а что нам с этим Экс-дай делать? Это была относительно закрытая тусовка, но в то же время она была продолжительной, потому что это было 3 дня. И после этого, можно сказать, что некоторые команды продолжали использовать и Бернер Волод, и Экс-дай для своих проектов, несмотря на то, что от нас никакого инцентива для команд не было в то время. Сейчас у нас немного лучше с этим, потому что сейчас Экс-дай переходит на Derigated Proof of Stake, новый консенсус, этот стейкинг токен, он, так сказать, привлек венчурные инвестиции, поэтому эти венчурные инвестиции будут использоваться для adoption-сети. Но концепция останется такой же, то есть пользователи Экс-дай не будут видеть, что есть какой-то стейкинг токен, точно так же, как они не думают про то, что есть какие-то валидаторы, которые создают блоки, проверяют транзакции, включают и так далее, и получают reward. Кстати, недавно кто-то отправил транзакцию с 100 гигавей за газ, и валидатор получил 17 центов за одну транзакцию, что в принципе уже прилично, то есть он блок создал и получил 17 центов награды. То есть кто-то почему-то поставил 100 гигавей, не знаю, неправильно посчитал. Я думаю, что такой подход будет востребован, и люди будут делать свои системы типа Экс-дай, только будут называть их как-то, может быть, по-другому. Мы сами заинтересованы сделать как с USDT запустить, потому что USDT это то, что намного больше интересует людей, чем дай. Когда мы говорим про реальные пир-то-пир платежи, когда они хотят посадить деньги условно в Китай, например, из России, а USDT это то, что очень часто используется китайцами в России. И это используется только для, так скажем, макро-платежей, микро-платежей фактически нету в индустрии. А пир-то-пир это важно для нас на все. Большое спасибо. Я бы, конечно, еще часок поговорил, но я думаю, для начала хватит. Спасибо, Игорь. Может быть, пригласите когда-нибудь на подкаст? Мы с огромной радостью пригласили бы вас на подкаст. Всем спасибо. Остается только надеяться, что у Игоря Баринова найдется время, чтобы стать гостем нашего подкаста, и мы сможем в полноценном формате поговорить с ним о его проекте, о PO Network, о роли стейблкоинов в текущей экосистеме Ethereum и так далее. В общем, подробнее охватить все эти вопросы, которые Александр кратенько пока обсудил с Игорем в этом интервью на Web3 Summit. Теперь переходим к Добкон, и первое интервью на конференции Добкон брал Сергей Тихомиров у Анатолия Ресина из компании BlockWiz, который на этой конференции презентовал проект Парсик. А сейчас я передаю слово Сергею Тихомирову. С нами Анатолий Ресин. Привет, привет. И с проекта BlockWiz. Анатолий был у нас в гостях на базовом блоке, номер выпуска 65. Послушайте большое интервью. Но сегодня мы поговорим о проекте Парсик, который Анатолий сейчас развивает. Расскажи, пожалуйста, что это такое. Это такой проект, который родился из, ну так скажем, нашей способности парсить блокчейны для других проектов. Мы реализовали много всяких интеграций. А потом пришла мысль о том, что вот все, что мы делали, можно представить в виде очень интересного тула для программистов. Как можно подключиться к блокчейну, вытащить оттуда ивенты, причем ивенты не в том смысле, в котором обычно смарт-контрактщики на эфире это считают, а такие well-defined, low-level events, например, перемещение эфира не просто по транзакциям, а внутри, например, смарт-контрактов. Или, например, распределение газа. Вот когда кто-то платит за транзакцию, понятно, что какая-то сумма пошла туда, куда должна была пойти она по транзакции, а какой-то маленький кусочек отщепился и судьба его дальше обычно неизвестна. Это нужно куда-то рыть типа в глубину и смотреть, как это натекло. И когда кто-то заявляет, например, что я намайнил вот эфир, как это доказать, как это посмотреть? Те потоки событий, которые типа мы отсылаем для того, чтобы программисты их могли консумить, они учитывают и такие вещи. Ну а фактически что мы сделали? Мы взяли паритевскую ноду эфировскую и сделали так называемый инструментейшн, мы ее обложили всякими датчиками вокруг, буквально на уровне обходов и получили вот как раз такой интересный типа стрим событий, для процессинга которого создали маленький язычок программирования. Но я бы не сказал, что это язык программирования, это язык трансформации стримов. Что если, например, кто-то знаком с ReactiveX, типа ReactiveX.io, по-моему, там вот очень красивые есть описания, как можно работать с реактивными потоками и какие операторы можно накладывать. И вот мы решили сделать такой вот язычок синтаксический сахар, который позволяет это все красиво обработать и подключить к огромному количеству транспортов. Но я сейчас пока так говорю огромному, из имплементированных реально там это Telegram, email и вебхуки, но запланированно целый список деливери этих ивентов, которые отсылаются возможно будет и через Telegram, и через email, и SMS, а для программистов это естественно типа WebSocket, вебхуки и для тех, кто что-то более корпорейтное, интерпрайзное, хочет это MQP. Я правильно понял, что use case примерно такой вот, я хочу разработать свой, например, суперкошелек, который бы там делал notification юзеру, когда там что-нибудь произошло, и стандартная нода мне эта информация не поставляет. Я ставлю себе на backend parity, ставлю себе на backend parsing, они вместе работают, синхронизируются, и я понимаю, не знаю, юзер подписался, сообщите мне, когда, не знаю, мне придут токены, или когда там какой-нибудь ивент произведет в каком-то контракте. Ваши ноды это понимают, parsing это parsing, и программист, который связывает backend с фронтендом, понимает, ага, вот мне пришло, и я отсылаю notification на телефон. Что-то... Обычный use case может так выглядеть. Use case похож, но за исключением одной вещи. Дело в том, что вот то, что ты описал, это ситуация запуска наших технологий on-premise. Дело в том, что вся эта штука, она не только стреляет эти события, она еще заполняет огромную базу данных. Ну, типа, собирая вот все эти события и используя базу данных в принципе в двух целях. Одна цель это просто историческое накопление этих событий, поверх которых потом можно будет всякие интересные делать вещи, типа, анализы графа поток, ну, типа, как это все происходило. А вторая это чисто утилитарная штука. Если, не дай бог, типа, где-то что-то там, типа, происходит, вот, какие-то простои там, или, типа, нода отключается, или, типа, какие-то потери connectivity, то именно эта база, типа, которая из накопленных событий используется, типа, для того, чтобы переиграть все notification'ы, ну, типа, как они должны были работать. И, ну, собственно, сам продукт, вот, парсик, типа, как продукт, он, ну, предлагается как коммерческий, ну, типа, продукт, хотя, ну, типа, до коммерциализации нам предстоит поработать очень много просто с бесплатными программистами, чтобы они приходили, поиспользовали его, посмотрели, как это используется, и в основном это наше, как бы, клауд-решение. Это все находится в мире эфириума, или какие вы блокчейны поддерживаете, какие планируете поддерживать? Нет, это не только в мире эфириума, эфириум был пилотной, ну, типа, штукой, и, в принципе, можно сказать, что у нас продукт состоит из двух частей, типа, одна часть – это адаптеры к блокчейнам, причем такие low-level адаптеры, потому что мы предполагаем и с биткоином работать на очень низком уровне, доставая оттуда не только движение самих биткоинов, но всякие интересные вещи, типа, эти вот данные после опреторна, типа, когда в транзакции биткоина начинают сохранять информацию, ну, явно не финансового характера, а какие-то данные. Вот это все мы тоже будем вытаскивать и предоставлять в виде таких строго типизированных стримов, которые можно консумить. И это сразу же идет биткоин с кучей форков, которые, ну, типа, элементарными форками, типа, идет. Естественно, с privacy-oriented вещами мы много оттуда, типа, достать не сможем, но, типа, какие-то факты, возможно, типа, тоже сможем оттуда, типа, доставать. Вот мы говорили с ребятами, которые делают миксер, и Анатолий подключился к нашему разговору, и стало понятно, что, в общем-то, это какие-то, скажем так, противоположные полюса, не знаю, согласишься с этим или нет, что есть privacy-технологии, которые пытаются все запутать, а такие решения, как парсик, они позволяют распутать, да, то есть даже те данные, которые формально не зашифрованы, там, те же потоки событий из эфириума, они, как бы, такие, как неуловимый джо, они вроде как бы есть, но всем слишком лень их вытаскивать, но когда появляется парсик, вытаскивается проще, и тогда можно какие-нибудь очень интересные данные оттуда извлечь, предположительно. И тут есть два кейса для использования. Один кейс для использования, это когда сами программисты начинают использовать парсик для того, чтобы быстрее создавать продукты, быстрее интегрироваться типа с блокчейнами и делать то, что, собственно, руками сделать очень сложно. Например, одна из таких вещей, которые очень сложно программистам даются, это так называемые stateful computations. Если ты пытаешься поддерживать какой-то state на основании событий, которые приходят из блокчейна. Ну, а второй кейс, это действительно добавление прозрачности, которую могут уже использовать другие люди типа банков, бирж, когда они пытаются проанализировать что-то. Но здесь я хотел тоже сразу сказать, что мы не производим анализ. То есть мы не говорим, что этот кошелек хорош или плохой, там, миксер, не миксер, хотя, в принципе, миксеры мы вполне способны будем задетектить. То есть вы говорите, что там, не знаю, Херр Мюллер на своей машине выехал с работы и поехал вначале в этот бар, потом в этот стрип-клуб, потом в этот секс-шофф, потом в этот, не знаю, еще куда-нибудь, а потом вернулся домой к своей жене. А вы выводы можете делать сами. Конечно. Я не говорим. И плюс ко всему, это вот одна из достаточно важных вещей, это тоже надо упомянуть, что мы позволяем интегрировать third-party tools в наш стэк, и в качестве third-party tools вполне могут быть такие тулзы, как Chainalysis, типа Bitfury Crystal, потому что вот проходит транзакция, она ловится, где-то там возникает какой-то адрес, и мы спокойно можем заинричить информацию, которую мы доставляем в конечный эндпоинт, информация, добытая из того же Chainalysis. А в каком сейчас состоянии находится проект, что уже реализовано, и есть ли первые клиенты? Относительно первых клиентов у нас есть переговоры, потому что очень многим кастодиальным фондам нравится это решение, особенно потому что оно ловит прихождение эфира, в том числе из смарт-контрактов, что не так просто, типа, добиться обычными технологиями. Есть, типа, несколько проектов, которые будут использовать нас совместно с Chainalysis'ом и, типа, другими тулами. А состояние проекта такое, что у нас есть уже открытая публичная бета, в которой можно поиграться, типа, зайти на beta.parseg.io, зарегистрироваться там, и начать создавать триггеры на нашем DSL-е. Подключить телеграм, посмотреть, как будут нотификации приходить, то есть это все уже, типа, готово, можно с этим играться. Конечно, мы сейчас не обещаем стабильность, поскольку это даже несколько бета, это technology preview, где мы хотим собрать фидбэк и по самому языку, может, там, типа, что-то синтаксически переставить, или что-то конфьюзит. Это было бы вам, типа, здорово, интересно. Да, здорово. Ну, какие-то завершающие мысли, может быть, впечатления от самого ивента, как тебе Допкон, или другие какие-то метапы, которые ты, может быть, посетил здесь в рамках блокчейн-недели? Ну, в принципе, это, наверное, первый такой вот страйк из блокчейн-ивентов, в котором я участвую. Впечатления очень интересные, интересные по анонимити вещи были. Вот буквально вчера встречался по одной из моих любимых тем, это, типа, время, и мы, наверное, часа-полтора с Анатолием Яковенко проговорили из Соланы, синхронизируйте по своему видению вселенной, времени и соотношение с блокчейном. Это было, типа, очень интересно. Здорово, спасибо большое, и будем следить за вашими дальнейшими успехами. В следующем интервью Сергей Тихомиров пообщается с СТО компании Zerion Алексеем Башлыковым. И с нами Алексей Zerion. Привет всем. What's up, как тебе ивент, как тебе конференция? Не, на самом деле, очень здорово. Такое огромное комьюнити собралось, прям люди со всего мира сюда приехали. Довольно приятно видеть людей, с которыми так перестекающие раз в полгода на различных ивентах. Там люди из Сан-Франциско, из Нью-Йорка, из Европы, в общем, из России очень много людей на удивление, хотя, может, и не очень на удивление. В общем, очень здорово. Отлично. Ну, расскажи, пожалуйста, два слова, что происходит сейчас с компанией Zerion, на чем вы сейчас работаете? Ну, на самом деле, последний год мы сильно сфокусировались на том, чтобы построить банк поверх DeFi протоколов. То есть, за последнее время появилось еще много протоколов поверх эфира, которые позволяют получать людям традиционные финансовые сервисы, такие как кредит, такие как вклады и так далее. Но пока это все доступно только определенному узкому кругу гиков, что не очень юзи-френдли, нужно знать кучу всего, нужно понимать много всего, слышать про все это дело. И мы, собственно, поставили себе цель построить понятный и нормальным людям банк интерфейс поверх всех этих протоколов, чтобы даже обычные люди, которые не понимали, что происходит в эфире и даже что такое эфир, все равно могли воспользоваться финансовыми сервисами, построенные поверх этой экосистемы. Слушай, а давайте задам очень наивный вопрос, который мне не дает покоя. Сейчас все очень много говорят про DeFi, все говорят про финансы. И насколько мое такое, опять-таки, lay person understanding, что по большому счету финансы, это когда у кого-то много денег, у кого-то мало денег, тот, у кого много денег, дает время на деньги тому, у кого мало денег и берет за этот процент. Как бы, самая обычная транзакция. DeFi в мире криптовалют, я постоянно слышу, что у нас, если есть какие-то debts, то они overcollateralized. То есть, для того, чтобы занять 100 долларов, я вам вначале даю 150 долларов, а вы мне даете 100 долларов. А, казалось бы, зачем? Я же могу из твоих 150 и 100 продать и получить уже капитал сейчас. Ну да, на самом деле, в крипте это сейчас работает несколько иначе. И, то есть, основной value proposition как раз почему это может быть интересно другим людям, потому что все долги в крипте сейчас overcollateralized. И все это основано на том, что куча людей, у которых довольно много крипты и которые не хотят продавать ее прямо сейчас. То есть, допустим, у меня есть какой-то эфир, но я считаю, что цена эфира упала слишком сильно на дно и продавать по 200 баксов мне его сейчас не хочется, потому что я вижу, что он будет по 500 через полгода, но при этом какая-то денежка мне нужна прямо сейчас. И, соответственно, что я делаю? Я закладываю своего эфира на 3000 долларов на контракт, беру 2000 долга, что меньше, чем стоимость эфира в текущий момент, который я заложил, трачу эти деньги прямо сейчас, плачу за это какой-то процент, но до тех пор, в это время, пока я буду способен вернуть этот долг, то мне это все равно выгодно. И что создает, на самом деле, очень крутые opportunities для людей, у которых есть просто доллары, которых не особо интересует крипта как таковая, но которые могут, соответственно, засоплать свои доллары в эту систему и заработать интерес как раз на таких людях, как я, которые готовы закладывать свой эфир и одалживать деньги под довольно высокие проценты. И, на самом деле, проценты по сравнению с традиционными банками на вклады огромные. То есть, они сейчас в последнее время колеблются от 7 до 15 процентов. То есть, мало какой банк на доллары может дать выше, чем 2,5. Так что, даже там 7-10 процентов звучит как огромная внушительная сумма, даже с пониманием тех рисков, которые вся система за собой влечет. Про это как раз был следующий вопрос, когда тоже в одном из докладов упоминают процентные ставки. И тут, да, немножко мне было не то, что некомфортно, но я привык рассуждать про технологии в основном, про там консенсусы, криптографии в каком-то в каком-то разрезе, про то, как там устроена безопасность и приватность. А здесь мне рассказывают конкретно про финансовое применение. И там была такая табличка, что вот крупные европейские и американские банки предлагают сколько процентов ядовых в долларах. Ну, там типа... Даль-даль, один большинство из них. Ну, типа, да, там какие-то доли процента, но может быть, там, если у тебя несколько миллионов долларов, то тебе, может быть, там, один с чем-то процент вложат. Там 2,5 самая высокая. Да, 2,5 самая высокая. В таких современных банках получить в Штатах, на самом деле, то есть выше 2,5, там просто доходность бандов ниже, поэтому больше, чем это не получишь. Ну, ключевой вопрос, откуда это стимбаланс? Вот ты объяснил, откуда берется предложение этого капитала, что там люди, которых много криптовалют, они хотят там временно ее одолжить кому-то. А кто эти люди, с другой стороны, кто берут под такой процент? Нет, нет, это как раз наоборот. Те люди, которые не хотят продавать свою крипту, они как раз формируют спрос. То есть представьте, сейчас эфир стоит 200 долларов. Я верю, что под конец года он будет стоить, там, не знаю, даже 400, то есть вырастет на 100%. Соответственно, вместо того, чтобы продавать эфир по 200 сегодня, я одалживаю его как залог и беру в долларах. То есть я заложил, допустим, эфир на 3000 долларов, взял долг на 2000 сейчас. И, соответственно, тот эфир, который я заложил на 3000 долларов сегодня, через полгода будет 6000. Ну, я в это верю. Но системе я по-прежнему должен 2000 долларов, что выгоднее, чем если бы я просто продал свой эфир. А кто стоит на другой стороне рынка? И, получается, я готов платить довольно высокий интерес просто за то, чтобы одолжить доллар за систему под залог своего эфира. То есть я готов заплатить 20% интереса поверх тех долларов, что я забрал у системы, просто потому что я верю, что эфир вырастет больше, чем на 20%. И до тех пор, пока я верю, что эфир будет расти сильнее, чем тот процент, который я плачу за свой долг, для меня это все равно выгодно. Окей. То есть, соответственно, на другой стороне рынка стоят люди, которые не верят в то, что эфир так сильно вырастет, или даже что он наполняет. Люди, которые вообще не имеют никакого отношения к криптовалюте, ну, либо разочаровались с ней, у которых просто есть доллары, которые они могут конвертировать в стейблкоины и просто отдать в эту систему, между процентами на вклады и депозиты. То есть, как я сказал, те, кто одалживает эти доллары, готовы платить по 20-25%. То есть, на самом деле, на компаунде сейчас сверху зафиксировано 22,5% максимальная ставка на кредит. Но при этом даже с учетом спреда, как вкладчик, ты можешь получать 15-17%, как раз просто вкладывая доллары в эту систему, чтобы они шли в долги людям, которые оставляют свою крипту в качестве залога. Более-менее прояснилось, хотя мне надо определенно что-то над этим подумать. Но возвращаясь конкретно к Зириону, и к продукту, который вы делаете, вот мое, опять-таки, понимание заключается в том, что если ты хочешь сделать продукт, который бы совмещал крипто-мир с революционным финансовым миром, ты неизвестно будешь стукаться в вопрос юрисдикции, KYC, регуляции, этих вот всех вещей. Какие перед вами проблемы ставят это и какие, может быть, другие проблемы вы решаете? Как вот вы общаетесь с регуляторами, инбордите юзеров? Нужно ли им показывать паспорт? Вот все эти вопросы. Ну, на самом деле, мы сейчас стараемся избегать KYC по возможности. Там где-то возможно. И на самом деле, DeFi, он сейчас находится в такой серой зоне, то есть ни один регулятор не особо понимает, как это регулировать. И все наше общение с юристом конкретно в США так сводилось к тому, что пока это никто не понимает, то вы можете это все делать до тех пор, пока это достаточно децентрализовано. Единственный момент, где может возникать KYC при пользовании нашим продуктом, это когда люди хотят анборднуться из фиата, но для этого мы используем внешних провайдеров, то есть мы вот недавно интегрировали Moonpay. Это ребята, которые делают Payment Processing в Европе и позволяют с карточки купить себе крипту. И, соответственно, они на своей стороне проводят KYC наших юзеров, то есть они интегрированы к нам как виджет, но мы на себя не берем эту ответственность, то есть данные попадают на прямую компанию, которая этим занимается. В каких странах сейчас доступно в ваших приложений и есть ограничения по географии, по юзердикции, меня как пользователя? Именно как пользователя основным продуктом нет никаких ограничений, то есть приложение доступно во всех странах, но конкретно вот эта фича с покупкой крипты за реальный фиат, она доступна только в тех странах, которые поддерживаются Moonpay. Это страны Европы, Россия, несколько стран в Азии, но мы сейчас работаем над тем, чтобы интегрировать больше провайдеров, чтобы покрыть остальные страны, в частности, особенно хотим сфокусироваться на Штатах, потому что основные юзеры сейчас оттуда, соответственно, следующим в RedMap интегрирует партнера, который будет способен принимать платежи в фиате и продавать крипту на территории Штатов в том числе. Да, еще такой вопрос, который хотелось бы осветить. Вы недавно как компания получили инвестиции, с чем я поздравляю вас. Скажи, пожалуйста, про это. Ту информацию, которая не является секретной, как этот процесс происходил, кто ваши инвесторы и почему вообще решили не как нормальные люди оси его поднять, а вот пойти к людям в пиджаках, в городе Нью-Йорке, и что с ними договариваться о чем-то? Ну, на самом деле, да, действительно, мы буквально вот на днях закрыли наш сидраунд, который мы даже еще публично не анонсировали, но в скором времени это сделаем. То есть у нас на самом деле такой довольно трудоемкий процесс был, то есть мы примерно полгода назад зимой в декабре осознали, что для того, чтобы построить тот продукт, который мы хотим построить, нам нужны некоторые внешние деньги, то есть привлечь капитал. Мы с такой наивной мыслью приехали в Сан-Франциско, в долину, так как это, кажется, первое место для стартапера, который хочет поднять деньги, куда стоит ехать. Провели там практически пять месяцев, общаясь, строя с нуля свой нетворк, общаясь со всеми проектами, инвесторами и так далее. Получили около сотни отказов, наверное, от разных фондов. Потом познакомились с ребятами в Нью-Йорке, поехали в Нью-Йорк, провели еще пару месяцев в Нью-Йорке, уже более успешно, чем те месяцы в Сан-Франциско. И, ну, наконец-то, смогли найти партнеры фондов, которые согласились дать нам некоторые деньги, но пока это все еще мы не анонсируем, но в скором времени, скорее всего, объявим публичное. Ну и какие-то заключающие мысли, что у вас в ближайшее время на родмапе или какие-то, не знаю, общие мысли про блокчейн, развитие DeFi, что ты видишь как самое перспективное направление в ближайшие месяцы и года? Ну, на самом деле, прямо сейчас, как я сказал, так получилось, что возникла вот эта возможность дать высокие проценты поверх стейблкоинов. То есть это благодаря, возможно, во-первых, потому что появились стейблкоины и такие системы, как Мейкер, ну, вообще существование какой-либо токенизированной валюты, которая привязана по своей цене к каким-то реальным ассетам, в частности к доллару. Во-вторых, развитие фиатонрампов, которые позволяют за доллары с карточки довольно легко приобрести вышеупомянтые стейблкоины и которые делают это под довольно низкий процент. То есть там в Штатах через Wire, например, можно купить за 0,6% комиссии, что довольно неплохо. И, соответственно, такие протоколы, как Compound, которые позволяют зарабатывать высокий интерес на это. И хочется верить, что в ближайшее время удастся отборнуть больше людей, которые не обязательно там хотят покупать эфир и спекулировать им, но просто которые достаточно рискованные для того, чтобы положить какой-то небольшой процент их портфолио на такой виртуальный вклад через стейблкоины и зарабатывать высокий интерес. Ну, сравнить существенно выше, чем то, что они могут получить в банках. Это, кажется, на ближайшие полгода цель, что закрыть вот этот вот спрос, пока все эти рейты существуют, и привлечь больше людей из нормального мира вне крипты, чтобы они попытались этим воспользоваться и поняли, что это такое. Ну все, наверное, у меня вопросы закончились. Спасибо большое и удачи. Будем следить за вашими дальнейшими успехами. Спасибо большое. Далее переходим к теме Layer 2 решений и поговорим с представителем компании Geo Protocol Виталием Гатаулиным и Максом Демьяном. С нами Виталий и Максим из проекта Geo Protocol. Geo Protocol это какой-то секонд лейер. Правильно ли я понимаю? Расскажите, пожалуйста, два слова о том, что вы делаете и зачем? Да, это Layer 2 решение. Это Off-Chain протокол, который соединяет разные реестры, а если так по-простому сказать, то есть разные криптоэссеты и, например, фиатные валюты или какие-то кастерные решения и все это в одной сети. То есть для того, чтобы это очень просто понять, можно представить себе универсальный Lighting Network для тех, кто знает, как это работает, но одновременно с разными активами. То есть наша цель это построить сеть в которой можно будет делать трансферы, обмены путем Off-Chain, то есть быстро, но придет в разных активах. Похоже ли это на идею Atomic Swob и чем она отличается, если отличается? Это действительно похоже на идею Atomic Swob, как в принципе и там любое, наверное, Scaling Solution, то есть в том, что это есть смарт-контракт, где у нас залачиваются наши средства. После чем это отличается от конкретно Atomic Swob, то что Atomic Swob у нас происходит один раз, где должен уже выкатывать это на On-Chain, так как здесь перманентное представление, что ты заморозил и пользуешься в сети этими средствами. Важно добавить, что когда мы говорим о Atomic Swob, мы опять же говорим об On-Chain транзакции. У нас вообще изначальная цель это сделать технологическое решение, которое позволит сделать возможности adoption более широкими. Потому что несмотря на те идеи, с которыми все мы сюда приехали, то все-таки обычные пользователи хотят, чтобы UX был минимально хотя бы не хуже того, что предлагают другие решения централизованные и так далее. Поэтому если мы говорим о трансфере, об обмене и так далее, намного круче было, если бы это было быстро и при этом трассно. Приходяя из мира лайтинга я буду задавать какие-то вопросы, которые мне кажутся каверзными. Может быть вы на самом деле все проблемы эти решили, но по крайней мере в лайтинге главные проблемы, я бы сказал одна из них, это раутинг, находить маршруты, как делать это и децентрализованно, и безопасно, и приватно, и быстро. Как вы на эту проблему смотрите, есть ли она вообще у вас и как вы решаете раутинг? Да, раутинг это действительно очень серьезный вопрос в таких нетворках и на самом деле мы потратили на это решение где-то полгода и сейчас у нас кроме алгоритмического решения у нас даже есть работающие приложения, которые делают раутинг практически в неограниченной сети и между с мультихопами до 6 коллег. И при этом за счет того, что у нас нет никаких центров, которые коллектят сеть, соответственно, на ноде только твои отношения соседней ноды. Вообще-то ну сеть может скелиться практически там откуда если я хочу послать если я Элис я хочу послать Дэйву какой-то какой-то трансфер я только соединен только с Бобом и там с Чарли с разными людьми я соединена и я не знаю какой из них ближе на самом деле к Дэйву мне как выбрать куда мне первый этот хоп сделать чтобы дальше они уже решили куда им дальше делать следующий хоп на самом деле ты спрашиваешь у Боба Боб спрашивает у Чарли и так далее но как бы в таком примитивном простом подходе это действительно очень как бы такой тупой алгоритм который делает большую нагрузку но мы как раз за этих полгода мы его оптимизировали настолько фактически в сети не ограниченной сети но с максимальным количеством 150 связей первого уровня то есть за несколько секунд мы можем найти путь между двумя нодами то есть это такой госип распространяется то есть Алиса спрашивает кто знает Боба кто знает Боба кто знает Боба и так это расходится по сети кто-то отвечает что знает Боба и сообщает Алисе куда посылаешь не совсем так то есть когда хочешь отправить Дэвиду платеж ты связываешься с ним и просишь чтобы он передал свои связи по первому уровню и так же по второму уровню то есть те его ноды с которыми он связан они тоже собираются свои топологии своих связей и у тебя есть первый уровень и второй уровень потом вот это все мы берем совмещаем и находим пути где точки пересечения между вот этими вторыми и первыми уровнями как мы можем отправить платеж Дэвиду и там может быть сразу несколько путей то есть операция может разбиваться там сразу идти по нескольким каналам Госипы идут с двух сторон и все построено так что за несколько секунд мы можем соединить эти все потоки и отправителю есть информация не совсем Госип поскольку я знаю в Госипе мы просто рандомно опрашиваем и рандомно ищем путь в сети а тут мы опрашиваем полностью всех и ищем точки пересечения не в сеть Госип скорее ключевое слово флат кажется да когда каждый я посылаю всем соседям пока мы не найдем того кого мы ищем и еще один вопрос который я хотел бы осветить это проблема капэсити это уже о чем много говорят в лайтнинге это что ментальная модель с контакт-баланса не совсем привычна может быть юзеру опять-таки вот насколько это применимо к вам что я положил что-то в канал и у меня теперь есть деньги на моем конце нет денег на том конце то есть я могу отправлять не могу принимать отправил платеж деньги на том конце не могу отправлять но могу принимать вот как вы на это смотрите есть ли у вас эта проблема и как вы решаете ее в смысле как как юзеру донести что у нас есть не совсем деньги на балансе а есть вот incoming balance outgoing balance вот эти вещи это как пословица не можешь решить проблему не делай с этого проблему да но это шутка конечно это действительно проблема это проблема не технологии а на уровне пользователя на уровне на уровне adoption вот поэтому мы совместили два подхода то есть мы строим сеть которые могут быть state channel с фризом активов и могут быть каналы построенные по принципу trustline то есть условно говоря если мы говорим криптоактивов то есть это это state channel если мы говорим о фиатных деньгах то они по сети двигаются путем передачи облигаций ну вообще все фиатные фиатные деньги это обязательства вот поэтому таким образом такая система позволяет действительно построить гораздо более удобный adoption для продавцов товаров сервисов покупателей для трансферов и так далее то есть продавцу не нужно фризить актив необязательно для того чтобы получить как бы свои деньги это проблема все-таки больше user experience я думаю и вот ее придется решать уже непосредственно когда начнутся запускаться проекты когда будет взаимодействие с пользователем то есть там нужно будет тестировать разные подходы для того чтобы понять насколько мы можем донести людям как в принципе этим пользоваться там максимально удобно придется перепробовать много разных штук вот по поводу того что может не хватать там денег в канале да как мы там обсуждали что приходим платим в кафешку платим 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 тут деньги закончились как бы кафешка нам обратно не платит нам нужно делать триблансинг тут у нас как бы подход похоже возможно знаете есть проект Extended Lightning XLN это это же Егор Комяков мы брали у него интервью в базовом блоге слушайте выпуск номер 80 какой-то да вот то есть о том что когда заканчивается этот баланс подкрепленный можем на какую-то часть этого канала открывать вот треслайн еще дополнительно для того чтобы давать неподкрепленный баланс как бы дальше пользуются то есть тут уже включаются доверительные отношения вот мне кажется это как-то может быть просто потому что мы подряд два этих интервью взяли но это немного рифмуется с нашим разговором с Алексеем из Зерри он как DeFi развивается через over collateralized loans может быть как-то можно эту идею прикрутить и к payment channel и делать такой over collateral не знаю просто такая идея которая вдруг не пришла в голову то есть все немножко с разных сторон подходят к одной и той же проблеме как мне кажется и как-то пытаются решать мы кстати с ними сейчас будем встречаться действительно пообщаемся на эту тему ну давайте подводя итог скажите что уже сейчас реализовано я как пользователь геопротокола протокола что я могу сделать откуда куда я могу перевести какие какие-то валюты и что у вас на roadmap на ближайшее время у нас на уровне протокола мы заланчили бету а mainnet основную сеть мы планируем до конца осени уже зарелизить при этом как пользователь он непосредственно самим протоколом не может пользоваться потому что это больше может пользоваться продуктом уже там на базе вот и у нас есть уже один работающий продукт на протоколе application через который ты можешь покупать товары и сервисы или там оно интегрировано еще с пятью биржами то есть выходить выходить на биржи и сейчас готовится еще два два продукта на базе протокола один из них это barb network который позволит пользователям моментально с биржи на биржи делать трансферы в криптовалютах и в будущем в фиате вот а второй это это тоже с точки зрения икса подошли решили сделать чат-бот в мессенджерах где вот можно будет обменивать крипту и там отправлять совершать трансфер точно такой же для того чтобы там было это все намного проще и нужно было там всякие приватники хранить и так дальше еще пару слов вот про наше развитие про то как мы двигаемся мы решили все таки что наверное продавать прям слишком новые вещи сейчас людям это достаточно вот сложно поэтому нужно оставить все таки какую-то старую часть вот и мы начали с того что мы решили просто оцифровать текущие отношения между людьми а они там в основном доверительные поэтому сейчас протокол работает на трассу вот вот а дальше уже у нас продмап имплементация стейченелов и преобразование это все в трассу среду у нас цель строить все продукты сам то есть наша цель основная это построить базовую инфраструктуру которая позволяет там любому желающему сделать приложение сделать фронт подключиться к ней как к розетке и решать свои вопросы там по трансферам по эксченджам или по кроссбордер платежам это тоже интересная очень штука то есть например кто-то отправляет там например там эфирку а фрилансер в другой стране получает на карточку уже там фиатные деньги те которые ему более привычны там без без этих там движений с обменами и так далее спасибо будем следить за дальнейшим развитием вашего проекта удачи взять интервью у представителей компании торнадо кэш очень просили наши слушатели так что встречаем Романа Семенова и Алексея Перцева кроме Сергея Тихомирова в данном интервью каверзные вопросы будет задавать Евгений Марченко из компании SmartDeck а также свое мнение немножечко выскажет Анатолий Рейсин из Блоквиз и с нами Роман из проекта Торнадо Кэш а также Евгений из SmartDeck привет который будет помогать задавать нам каверзные вопросы вначале я задам очень простой не каверзный вопрос расскажи пожалуйста что такое Торнадо Кэш и зачем это нужно Торнадо Кэш миксер на эфире уже на Майннете миксер это штука которая помогает сохранять приватность то есть у тебя есть старый адрес с грязным эфиром ты кладешь этот грязный эфир в миксер а потом достаешь его уже новым адресом который никак не связан со старым и он на нем уже чистый и можно спокойно им пользоваться ну либо наоборот либо у тебя есть какой-то эфир и ты не хочешь чтобы все видели куда ты его потратил например ты хочешь там профинансировать террористов или закупиться в секс-шопе или там не знаю что-нибудь сделать ты кладешь его в миксер выводишь на какой-то новый адрес который уже никак не связан с тобой и оттуда начинаешь тратить на всякие сомнительные нужды у меня такой ну это мы запикаем да это мы запикаем мы не совершенно не складываем наш случай к тому что финансировать террористов хотя закупаться в секс-шопе мы в общем не имеем ничего против вот но у меня такой вопрос казалось бы миксеры это в общем не новая тема и по крайней мере в биткоине писали статьи академические про миксеры года 2013 а в эфире казалось мне что эта тема не особо актуальна люди как не парятся что ну у нас там адреса у нас не UTXO и в общем-то всем все равно а теперь вдруг миксеры появились и стали набирать популярность почему такая перемена произошла ну во-первых нужно важно отличать миксеры на биткоине от всяких privacy коинов типа манера и Zcash потому что Zcash и манера особенно Zcash они по-честному скрывают граф транзакций то есть они обеспечивают настоящую анонимность а миксеры в биткоине они делают много разных транзакций ну и даже тот же coin join они гораздо менее приватные они просто стараются в основном запутать анализаторы у нас миксер на технологиях как в Zcash то есть он по-честному скрывает именно граф транзакций почему стало популярным сейчас ну как бы развиваются технологии работать там со снарками и все проще становится писать ну и все более понятно становится какие технологии надо использовать но в основном в последние пару месяцев популярность обеспечена тем что Виталик просто опубликовал статейку что давайте чуваки миксеры запилим чего уж мы ждем так долго а какие есть технические особенности между миксерами в модели UTX как это делает биткоин и миксерами как это делает эфиром то есть правильно ли я понимаю что за счет тюринг конфликтность за счет statefulness можно сделать более классные технологии и как-то более более лучше замиксовать эфира ну во первых в эфире миксеры они тоже то есть сам эфир он аккаунт based но миксеры внутри него UTXO based то есть ты кладешь в контракт а в контракте они уже трекаются там как UTXO но почему приватность лучше действительно потому что снарк проверить на биткоине невозможно там есть биткоин скрипт который просто ну очень ограниченную функциональность имеет а эфир поскольку он turing complete в нем можно грубо говоря проверить доказательства снарка и благодаря тому что мы в целом можем использовать zero knowledge технологии можно обеспечить гораздо лучшую приватность прям несравнимо лучшую чем на том же биткоине вот несколько раз упомянул уже снарки zero knowledge что именно мы пытаемся доказать и кому наш миксер то что мы вот в начале сейчас уже задеплоили это супер простая реализация работает следующим образом кладется депозит в нас на смарт-контракт фиксированного фиксированной деноминации скажем там один эфир и потом снова и у того кто положил есть некий секрет и когда человек хочет снять этот депозит он приходит уже с нового адреса и снарком доказывает что у него есть секрет от какого-то существующего и еще не потраченного депозита соответственно смарт-контракт проверяет это доказательство и выдает эти деньги на тот адрес который ему сказали я так понимаю сейчас появилось несколько разных миксеров для эфириума примерно вот одновременно и наверное у них есть какая-то общая похожая часть есть различия вот чем ваш миксер отличается от остальных наверное и почему он лучше ну во-первых лучше тем что наш есть на майонете а других нет на майонете это аргумент и есть какие у нас есть хоппер аржент хоппер есть на базе семафора микромикс они очень прям очень-очень похожи на наши у хоппера отличие в том что он там больше не в технологии а в реализации то что он в виде приложений на андроид и айфон а у нас пока только веб-приложения но опять же мы будем девелопить интеграции с приложениями они наверное разработают какой-нибудь веб-интерфейс микромикс на базе семафора он тоже пока что в разработке но он тоже будет в виде веб-интерфейса они все очень-очень похожи там сложно какие-то отличия конкретные назвать есть еще хейсвап он сделан на другой технологии кольцевых подписях и у него гораздо хуже приватность потому что там когда ты снимаешь какой-то депозит количество ну то есть делаешь бездровал снятие его источником может быть один из всего нескольких скажем трех-пяти депозитов в то время как в остальных миксерах его источником может быть любой из депозитов когда-либо сделанных на этот смарт-контракт на хейсвапе я снял деньги и все знают что я один из тех вот трех людей которые сделали депозит когда я снял на торнадо например все знают что я один из нескольких сотен человек которые когда-либо пользовались торнадо и тут врывается Алексей который тоже работает в торнадо конечно у меня есть дополнение по поводу того почему это становится популярным помимо того что у нас появились технологии чтобы все это сделать у пользователей больше появляется потребности в этом потому что во-первых появляется много DeFi сервисов и люди начинают зарабатывать на них это лендинг borrowing и плюс люди там делают стейки и они не хотят чтобы было видно историю их транзакций для того чтобы ну то есть мало ли по каким причинам все люди любят приватность чтобы когда особенно когда денег вопрос касается денег и поэтому люди очень хотят видеть миксеры даже просто когда люди покупают еду все равно не все хотят просто держать все свои транзакции там публичными то есть в целом приватность интегрированная в обычные траты она для многих людей очень приятный момент который хотелось бы это видеть и тут кадр врывается да тот кто атакует вот этих товарищей потому что если народ не держит транзакции действительно секерно то мы их начинаем парсить а мы это об этом обсудим да тут такое должно быть плавящее окошечко типа вот здесь смотрите следующее интервью да можете описать примерно как выглядит UX для пользователей то есть насколько это удобно что нужно делать и зачем нужно следить чтобы не нарушить безопасность не нарушить приватность при работе с вашим миксером окей ну мы постарались сделать как можно меньше кнопок в интерфейсе чтобы даже бабушка могла разобраться соответственно как оно работает пользователь заходит на веб интерфейс выбирает какую там деноминацию он хочет смиксовать они фиксированные например он хочет там замиксовать 0.1 эфира за него веб интерфейс генерирует некоторый секрет то есть это какой-то там длинная строка которую пользователю нужно сохранить это то что нужно для того чтобы потом снять эти деньги и потом этот депозит уходит на блокчейн в смарт-контракт затем можно зайти с любого другого браузера ввести эту длинную строку указать адрес на которой хочется снять эти деньги причем на этом адресе не обязательно иметь какой-то эфир для того чтобы заплатить за газ за транзакцию для снятия потому что это за тебя может сделать рилеер которому смарт-контракт соответственно вернет вот эти немножко денег которые он на газ потратил таким образом можно иметь прям совсем чистый адрес на котором никогда не было эфира вводишь адрес вводишь эту длинную строку нажимаешь снять браузер сам сгенерирует доказательства снарка засубмитит транзакцию через рилеер и все готово вот зачем нужно следить много зачем потому что миксер решает только он чейн часть чтобы это нельзя было так просто отследить но еще нужно иметь в виду что нужно менять айпишник например никогда не использовать один и тот же айпишник со старым и новым адресом желательно не использовать например инфуру потому что инфура имеет api токен соответственно если ты используешь один и тот же api токен со старым и новым адресом инфура видит что ты один и тот же человек нужно чистить куки к диапам по той же самой причине если ты заходишь с одними и теми же куками и по старому и по новому адресу на какой-то диап диап естественно тебя палит есть еще различные нюансы там нужно желательно подождать какое-то время перед тем, как снять, потому что если я сделал депозит и сразу же его снял, в общем-то, несмотря на то, что строго доказать нельзя, что это я, ну, в общем-то, всем, наверное, очевидно, что это я. После того, как уже было произведено снятие, нужно убедиться, что уничтожу вот эту секретную информацию, нот, которую приложение сгенерировало в самом начале, потому что, если позже сторонний наблюдатель заполучит вот эту секретную информацию, он может всегда посмотреть каким адресом был сделан депозит, ну и когда было произведено снятие. А почему 0.1 эфира именно? Почему так? Потому что это довольно маленькая сумма, в пределах 20 долларов сейчас, и даже если кто-то взломает миксер, потери не такие большие, плюс пока нет трасс-сетапа, не произведено, ну, то есть он был сделан нашей командой, многие из атак, невозможно будет четко понять и определить, это сделали мы, поскольку мы не уничтожили toxic waste, или это реально был какой-то хак с точки зрения математики. Вот, собственно, поэтому маленький амаунт. У меня, наверное, есть еще такой вопрос, больше не технического, а такого социального, что ли, толка, что все эти технологии приватности, это, конечно, очень здорово, но если мы посмотрим на тот же Zcash, Zcash, если вы используете shielded to shielded, вы там мега в безопасности, но таких людей, которые это используют, реально там 5% транзакции, а все гоняют между транспортом, с адресами. И как вот, забыл, к сожалению, именно докладчица вчерашнего дня, которая занимается анонимностью, вот, может быть, слушали в сайте chain-зале, она начитала свой доклад с того, что анонимность любит компанию, вы не можете быть анонимным on your own, как бы, если вы один, то вы уже не анонимный, вам нужно смешаться с толпой. Вот как вы смотрите на проблему, как вот эту толпу условную нагнать в миксеры и вообще в privacy-preserving приложения? Потому что пока это интересно только гикам и наркоторговцам, условно говоря, то если ты этим пользуешься, ты уже с большой вероятностью уже и поднадлежишь к одной из этих категорий. Как сделать так, чтобы анонимный сет был побольше? Идеально было бы, конечно, иметь приватность по умолчанию, чтобы просто она пользователей была by default, естественно, дефолты никто никогда не меняет, но это в случае эфира не очень-то достижимо. Соответственно, есть пути какие? Может быть, еще есть различные идеи, как делать некоторые экономические инициативы, чтобы, когда человек кладет туда деньги, он, возможно, получал какие-то проценты, еще что-то. Но с ними тоже зачастую очень много различных проблем. И нам кажется, что самый лучший путь это просто делать максимально просто для пользователя и воспользоваться миксером. Например, интегрироваться в кошельки, чтобы просто в кошельке всегда была кнопочка создать новый адрес, который не связан с твоими предыдущими адресами. И внутри, под капотом, этот кошелек просто использует миксер, но даже можно не особо говорить пользователю, как это все работает, делать все автоматически. Это, мне кажется, самый лучший подход. Также, в отличие от того же Zcash, который существует, реально можно замиксовать, там, большой анонимите сет, у людей есть конкретно эфир, и они хотят его замиксовать. Они не хотят идти на биржу, туда его, покупать в Zcash, выводить в Zcash, там, анонимизировать, выводить назад. Это очень долгий и сложный процесс, они хотят быстрее это сделать и проще. Тут еще нужно иметь в виду, что большинство бирж хотят KYC, и если ты проходишь KYC до и после микса, то никакого толка с этого не будет. А биржи, которые без KYC, имеют не такую уж большую ликвидность. То есть, через них сложно прогнать значительное количество денег в Zcash и обратно, просто ликвидности не хватит. На этой ноте, я думаю, надо завершить. Мы будем очень рады вас пригласить в выпуск и записать с вами побольше материалов, потому что тема анонимности крайне большой представляет интерес. Удачи, большое спасибо, и будем следить за дальнейшими вашими успехами. И последнее на сегодня интервью непосредственно про Ethereum. Сергей? Здесь с нами Алексей, Ethereum Researcher. Расскажи, пожалуйста, в словах, чем ты занимаешься. Я начал заниматься полное время Ethereum где-то с 2017 года. И сначала я начал с того, что писал свой собственный форб своего собственного Ethereum. А потом я больше начал заниматься проблемой растущего стейт. Я не знаю, как по-русски это лучше сказать. Состояние, да. То есть это с нашей точки зрения является одной наиболее острых проблем в развитии именно первого эфириума, не второго, а первого. И сначала мы думали о том, как сделать ренту на стейт. Потом мы начали заниматься другой концепцией, которая называется стейтлес клиент. Сейчас мы это перемешиваем. То есть очень много интересных вещей. К сожалению, у меня не получается так очень часто это все публиковать. По-моему, у меня последняя публикация была месяца три назад. Но все это продвигается. И одновременно еще мы с ребятами, сейчас 4 человека, мы продолжаем зарабатывать этот турбогет. То есть то, что я начинал один сейчас, к счастью, у меня есть люди, которые мне помогают. И мы хотим довести это до более-менее рабочего состояния, может быть, до конца года. То есть чтобы он был нормальным, рабочим. Расскажите, два слова про турбогет. Чем он отличается от ГЕС и в чем цель проекта? Вообще это возникло спонтанно, потому что я начал просто смотреть на ГЕС и его, скажем, делать профайлинг. То есть смотреть, где у него, на что он тратит больше времени и так далее, памяти и так далее. И, значит, основное отличие от ГЕС заключается в том, как он организует данную базу данных. То есть как он хранит тот же самый стейт и как он хранит историю стейта. Мне еще не удалось всем доказать, что это лучше, чем другие клиенты, но мы постепенно к этому приходим. Основное отличие в том, что схема хранения она с одной стороны более простая. Скажем, если у вас есть три адреса, у них есть какое-то количество эфира, то, скажем, в Турбо ГЕС это будет храниться как три записи в базе данных. То есть ключом будет являться адрес, значением будет являться запись с балансом. И уже, когда, может быть, слышали понятие Меркл, Меркл-дерево, когда создается Меркл-дерево, это уже происходит на ходу, уже в памяти. То есть, Меркл-дерево не записывает базу данных. Практически во всех остальных реализациях эфириума вот это состояние стоит храниться как Меркл-дерево уже на базе данных. И это, с одной стороны, конечно, делает проще процесс вычисления этого Меркл-дерева, но, с другой стороны, когда вы просто данные считываете, это неэффективно. То есть, я правильно понимаю, что есть две проблемы, которые схожены, но все-таки разные. Первое, это вообще количество данных, которые необходимо хранить, а второе, насколько мы быстро можем получать к нему доступ. То, что преобразование структуры данных по-другому хранить в базе данных, это, наверное, решает проблему скорости доступа, но решает ли это проблему просто количество данных, которые мы храним? Оказывается, что это решает также проблему компактности хранения данных, потому что, кроме того, что вы можете обращаться к данным быстрее, они еще более компактно хранятся. И в других клиентах там очень больше, много места занимает именно вот эти вот 32-байтные фиши везде, потому что из них как раз состоится все это меня поверило, там кроме самих данных очень много вот этих промежутков промежуточных вот этих фишей везде. В Турбгеф таких фишей почти нету, они все вычисляются уже на ходу, когда вы подгружаете данные с диска, это все строится в памяти и по требованиям. В каком-то смысле часто встречаются эти трейд-офф computation versus то есть можно вычислять, а можно при вычисленной памяти. Но из другой стороны, какие возникают проблемы, то есть из-за того, что эта схема хранения она с одной простая, но с ней намного сложнее вычислять на ходу вот это вот меркло дерево, то аргалоритмы, которые мы используем, они не такие уж прям совсем простые, то есть их приходится долго объяснять, их там приходится записывать, разрабатывать, то есть там степень сложности кода немного возрастает, именно которая высчитывает все эти вещи. А вот ты умянул, что эта проблема актуальна для эфириум 1x, а не для эфириум 2.0, если я правильно тебя скажу. Как это скажем так, как этот спектр проблем применяется на будущее развитие эфириума, в сторону стейка и шарфа? На самом деле это может быть я не то хотел сказать, эта проблема с большого стейта и эффективность сохранения доступа она на самом деле будет в месте, причем не только в эфириуме, просто эфириум, чем он хорош, тем, что он дорос до такого состояния, что эти проблемы начали всплывать, их можно изучать на основной сети, можно измерять и так далее. Этим хорошо, то есть всем как бы можно от этого получиться. То есть понятно, что когда будет делать эфириум 2, то там будут такие, как называется, шарды, вот, есть желание тоже ограничить размер каждого шарда, потому что иначе возникают те же самые проблемы. Почему я сказал до этого, что я не фокусируюсь на этих проблемах для эфириум 2.0, потому что я просто не нахожу достаточно времени и сил, чтобы следить вообще за всеми. Даже уже сам по себе эфириум уже слишком много всего происходит. То есть я пока что более-менее игнорирую все, что происходит в эфириум 2.0. Давай поговорим немного про сам ивентный тур, который вы находитесь. Вы здесь с коллегами провели воркшоп, вы сказали просто про то, что там было. Ну, то есть идея воркшопа называется «Как стать эфириум core developer?» То есть «How to become эфириум core developer?» И идея этого воркшопа возникла, когда вообще мы вели такие дискуссии о том, как нам поменять процесс разработки вообще в эфириуме. То есть уйти от ситуации, когда у нас есть, скажем, парочка команд, пара команд, скажем, GoEthereum и Parity, которые делают практически большую часть разработки и также в подготовке новых изменений, а все остальные просто там, например, либо ждут, что они сделают, либо там, может быть, как-то помогают, либо как-то там пытаются что-то предлагать, какие-то изменения, но сами их не разрабатывают. То есть мы, я предложил там, и меня люди поддержали, чтобы прийти к модели, когда разработка ведется не только в этих двух командах, а вообще где угодно. То есть если вам захотелось, вы что-то что-то предложите изменений, вы не просто пишите там какое-то, значит, статью о том, что надо поменять вы также можете это все закодировать, можете сделать у него тесты и так далее. Тогда уже с вами разговор будет совершенно глупой. Те люди, которые просто пишут спецификацию, бросают их через забор, пожалуйста, кто-нибудь программируется, в большинстве случаев это никуда не доходит. То есть если же вы сделали усилие и это закодировали, это тестировали, значит, по нужным стандартам, тогда намного больше шансов, что ваше предложение рассмотрят и потом может быть его включат. А еще лучше, что если вы сможете разработать свой собственный клиент, который станет популярным у пользователей, тогда у вас понятно, что возрастает влияние, вы как бы работаете с совершенно других позиций. И это, кстати, одна из причин, почему мы хотим довести до конца турбогет, чтобы получить какую-то пользовательскую базу и чтобы строиться в эту систему, чтобы было не две, а не четыре различных команды, которые разрабатывают реализацию эфириума. И мы очень быстро обнаружили, что на самом деле люди, которые вообще хотят и могут разрабатывать вот такие вещи в эфириум клиентах, их достаточно мало, и когда появляются новые проекты для новых групп, нам приходится использовать тех же самых людей. То есть, получается, один человек работает над двумя, тремя, четырьмя проектами. Это не очень хорошо, и желательно просто все-таки иметь возможность привлекать новых людей, которые будут работать на одной вещи. И вот, люди подумали-подумали, почесали голову и подумали, может быть, люди просто боятся, может быть, они думают, что как бы это очень сложно стать фирмом Холсберг, они не знают, с чего начать и так далее. Сид-воркшоп это для того, чтобы показать с чего можно начать. То есть, на самом деле, не так страшно. Да, есть проблемы, то есть, мы им показали, что иногда приходится, если даже вы думаете, что вы будете разрабатывать на языке программирование Го, вам придется там компилировать сибуис-плюс-пот, потому что некоторые вещи там сделаны на других языках, но мы хотели показать, что это все решаемо, все можно пройти, то есть, на самом деле, процесс не такой уж сложный, по крайней мере, для начинающих. То есть, пожалуйста, там, начинайте, если что-то непонятно, спрашивайте, тогда, то есть, просто как бы попробовать, это не черная магия, это профессия, что это можно объяснить, это можно научить. То есть, люди, которые поучаствовали в форшопе, они, надеяться, стали на шаг ближе к тому, чтобы действительно контрибьютить в core software. не только контрибьют, они могут еще там дискуссии, может быть, принимать участие, но, что самое интересное, вот было, я хочу отметить двух людей, которые участвуют в форшопе, один из них, я его знаю, довольно давно, он, значит, посмеялся, он сказал, очень хорошо, что вы сделали этот форшоп, и я на него пришел, потому что я понял, что я не хочу быть в форшопе, я посмеялся, вот, а еще один человек, который, на самом деле, выполнил все задания, и как бы в отведенное время мы его поздравили, сказали, что молодец, вот, но, на самом деле, там осталось к концу, где-то, наверное, человек 10, или 8, которые, которые что-то там поделали, они, если бы хотели что-то поделать, там понятно, что за 2,5 часа, то есть у нас было полтора часа, там, мы показывали, как нужно это делать, один час работы, там, на самом деле, много, по крайней мере, чего-то начать, я надеюсь, что людям это помогло, но еще нам самим тоже, нам очень понравилось, потому что мы сделали тоже большие уроки из этого, то есть мы будем готовить, скорее всего, следующий воркшоп, может быть, мы сделаем где-то около Девкон 5, но пока еще не знаю, то есть мы поняли, над чем нужно каждому из нас работать, что нужно улучшать, там, и так далее, и что мы неправильно сделали, там, что надо быстрее, получше подготовить, но в общем, как я считаю, что это надо продолжать делать. Ну, какие-то, да, завершения, общие слова, обсудим, как, как ты в Берлин, в течение недели, Допкон, и другие какие-то ивенты, которые мы в Кипсити. Ну, в Берлине я бываю довольно часто, поэтому, как бы, я не знаю, что сказать, как Берлин, вот именно в этой части города я особо не был, то есть вот здесь есть очень красивые места, то есть можно спуститься к то ли ЛК, то ли Канал, там где-то в Тиргард, то есть там очень хорошо гулять, вон там, с той стороны. Обычно я приезжаю в другой район, в этот Кройцберг, где в офис эфириума, но я там туда обычно не хожу, но там довольно много всяких компаний. Вы, наверное, слышали про Full Note. Да, мы там пойдем все время. Я там очень часто бываю. А так, конференция интересная, то есть я в основном сейчас уже редко приезжаю на какие-то там конференции, достаточно редко, и я знаю, что выступления, скорее всего, появятся на YouTube, поэтому я не стараюсь там на все это ходить, я просто использую это как возможность пообщаться с такими-то людьми, потому что многие вещи легче обсудить вот так вот, с глазу на глаз. Но иногда, конечно, устаешь, то есть каждые, иногда там в 3 часа дня ты понимаешь, что все, я уже не могу дальше ни с кем говорить, и нужно просто отсюда выйти и отдохнуть. Вот, да, такие вещи, конечно, интересные, но очень интенсивные. Впечатления очень похожи, и мы тоже с коллегами обсуждали, что доклады, это, собственно, только такой повод с обдацией, повод на всех разговорах. Самое интересное происходит в кулуарах, в коридорах. Абсолютно. Ну что, спасибо большое, надеюсь, что мы еще пообщаемся. Всем спасибо за внимание, и пока. Пока. Это был базовый блок, выпуск номер 87, в нем мы взяли интервью у гостей Berlin Blockchain Week, связанных, так или иначе, с экосистемой Ethereum. Следующий выпуск подкаста будет последним о берлинской неделе, в которой мы еще немного поговорим с гостями, уже не связанными с Ethereum сообществом. В частности, будут представители компании Solana, Parity, Green, Near и Fluence. Всем большое спасибо за внимание, мы благодарим наших спонсоров, компанию Waves и наших патронов. Ищите нас во всех социальных сетях, мы называемся BasicBlockRadio, соответственно, ищите либо BasicBlock, либо BasicBlockRadio. Мы есть в ВК, в Фейсбуке, в YouTube, в Twitter, в Инстаграме даже есть. Подписывайтесь нас в RSS, в iTunes, в Google подкастах, заходите на сайт BasicBlockRadio.com. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok